здравствуйте еще раз дорогие зрители моего канала спасибо за увеличившийся интерес к происходящему на моем канале у меня плюс 11 подписчиков за последние 28 дней спасибо это очень приятно люди стали больше писать не боятся уже задавать вопросы мы общаемся на русском и английском русский естественно мне родной вот но этим дело не ограничивается потому что все таки сейчас на контакт начинает выходить и японская аудитория которая сообщает интересные вещи и с испании мы общаемся через переводчик то есть в общем у нас такое здесь собирается потихонечку достаточно серьезное сообщество и я хочу поделиться еще одним моментом очень важным он не касается висперии он касается вообще всего лора не только даже сказаний и игры слов значит смотрите в чем здесь вообще весь подвох почему когда я говорю точнее почему когда я говорю что висперии на русском не существует и когда я говорю что люди которые играли в нее на английском языке не слыша оригинальной речи они тоже не имели возможности в принципе ничего здесь правильно понять момент когда апатия белиус перерождается в вот эту вот деву и она говорит что я больше не интеллектия что я и вот здесь вот очень интересный происходит момент я подчеркнула два канзи можете взять распознаватель аптеческие и проверить то есть вариант звать их серий предлагает именно юрия это его любимый прикол с аббревиатурами и сокращениями всего то есть у вас переводе наверняка используются слова дух или соответственно в английском спирит это почти правильно но опущено самое важное элементал спирит то есть речь не идет никаких духов для которых у нас используется другой сей в начале другой candy речь идет о элементалях элементалях наверное даже правильнее будет ударение поставить то есть проблема заключается в том что до висперию можно понять даже если это ваша самая первая игра сказаний она была самая первая для меня если вы к этому моменту уже достаточно опытный анимешник который сразу понял что здесь понадобится вам парацельс и алхимия я еще некоторые люди пытались на одном очень популярном канале с прохождениями разных мобильных игр призывать стримера к порядку чтобы хоть немножечко почитали лор и не увеличивали количество пострадавших но это в общем достаточно плохо закончилось потому что тогда еще у нас у самих не было уверенности я сама тогда по японскому прохождению висперию ps3 только рыло ради вот этого вот момента то есть здесь юрий дает имя которое будет использоваться во всей франшизе дает имя новой расе которые они здесь создали и никакого отношения к духом это раз и не имеет вот такая вот проблема потому что в лучах уже дошло до того что у нас у всех духов у всех серий со всех миров получилось объединение сознаний они могут переключаться между личностями и у них теперь общая память но это сложно сейчас все равно будет не хочу вас слишком сильно грудить лучами но просто факт что меня саму интересует момент я не могу это выкопать сама все-таки эстель дает и имя у дина повелительница вот со значением из древнего текста в книге то есть что в этом мире было до этого у нас есть аэр который вырабатывает сама планета аэр тоже расшифрую если не смогли сами на гуглить это эфир это просто означает эфир на греческом и все то есть у них было здесь эфирная вот это вот вся энергетика которая накрылась в конце и все остальные термины в игре они конечно же тоже не бессмысленные но вам нужно видеть канзи то есть вам нужно видеть не только бласть я которая с латыни взята вам надо видеть канзи канзи которая переводится как проводящий магию суд точнее сосуд-переходник для использования эфира о магических целях вот так вот это дело переводится ну приблизительно я сейчас так на память это все говорю вот и вот таких моментов с переводом тут просто вся висперия когда ее переводили в 2008 году задача была успешно продать ее на запад но все равно япония оставила подсказку там включены обе версии опенинга который исполняет бонни пинг соответственно ринк и бэл и кан и вона раште это две разные песни одна не является переводом другой вот если вы прочтете опенинг если вам действительно сейчас интересно и вы хотите сейчас проследить вот эту ситуацию в лучах чтобы она вас не шокировала и не добила и ничего такого прочтите второй опенинг японский и сравните его с ринк и бэл потому что все проблемы которые сейчас начались в каноне и у юра и у юриных фанатов скажем так прямое наличие пати в сюжете это просто дополнительный раздражающий утяжеляющий фактор в первую очередь для него же самого в оригинальной версии висперии изначально все ключевые моменты по которым я сама смогла пройтись которые приводят к тому что у нас сейчас в лучах к сожалению все точно так же а самое главное эти два опенинга были написаны одновременно то есть когда вы прочтете второй опенинг и скажете мне вообще как вы думаете от чего лица идет эта песня и про что она вам будет легче пережить то что я буду на этой неделе загружать на канал не на этой неделе а в этом месяце извините вот потому что конечно да просто что такое сама вот эта вот задумка спать задумка спать очень сильно выстрелила как раз в лучах дальше потому что сейчас в терноног они используют пати как существо наиболее близкое к их божеству которое они хотят воскресить и айфрит это другое имя нью-йорда вот такие вот дела и я сейчас еще напишу к этому видео комментарий положу ссылку и хочу чтобы те кто действительно прошли висперию пойдут дальше меня не боялись задавали нормально вопросы и ответили на мой вопрос потому что я хочу понять насколько вообще при прохождении игры именно самостоятельно кое-что было очевидно потому что на самом деле там очевидно это очевидно но когда вы захвачены игровым процессом это достаточно сложно заметить а самое главное никогда не поясняли что вообще это значит вот то есть вы должны понимать что все равно Юрия которого я очень сильно хвалю в аназерден который туда пришел и который входит в систему планетарной защиты то есть его туда позвали конкретной целью все равно он был там не в физике это был призыв на уровне вот этого вот объединения реальности через сон все равно он настоящий все это время пока происходили события на стороне аназерден все равно он настоящий как и остальные трое кто у нас играбельный и вообще вся компания которая там ходила они ходили большой толпой там Арчи Магилоу много кто еще были этот призыв он все равно был не в физике то есть когда я говорю что я отправляю всех в аназерден за Юрой это не значит что он действительно пришел туда ножками нет здесь совершенно другой концепт я если это интересно могу рассказать небольшое введение и познакомить с миром аназерден кто думает стоит туда идти или нет хотя в принципе эта игра мобильная она фри-ту-плей то есть вы ничего не потеряете если просто попробуете сами безо всяких спойлеров окунуться в ту сторону потому что на данный момент здесь просто это не то что я выкладываю на канал какую-то левую игру куда пришел Юра нет там все миростроение такое что это просто вот именно там не случаются кроссы абы с чем сказанцы очень хорошо были вписаны в вот это ответвление сюжетное которое для них было дописано в Нозерден и после висперии именно после висперии более чем после любой другой части сказаний вам в миростроении Нозерден будет все совершенно родное что меня конечно очень сильно удивило потому что я знаю что существует очень много франшиз которые эксплуатируют вот этот вот концепт просто в принципе но там все может быть достаточно сильно по-другому и поверхностно в Нозерден это не так и у нас я надеюсь что со сказанскими вот этими пересечениями на той стороне все только начинается просто это все очень сильно растянуто во времени и нам в реальном времени все равно надо будет ждать и наблюдать теперь уже получается 4 мира кроме 3 сказанских еще и Нозерден и я постараюсь всю информацию которая нужна чтобы у вас все-таки было цельное представление уже ради теперь Нозерден на своем канале оперативно предоставлять что я сейчас и делаю у нас изменения в графике относительно обычного обычно сейрейсовые эвенты в лучах проходят в последний день месяца но сейчас у нас этот сейрейсовый эвент будет до главы обращаю внимание что сейрейсо я поясню кто не может эту аббревиатуру расшифровать сейрейсо это спирит гир короче говоря вот этот вот элементальный эквипмент дополнительный это придумает в лучах рита и все вот эти вот странные костюмы которые видели вы и Юрия с одним крылом и в таком черно-золотом с уже откровенно кому буквой В кому знаком ГЕСа на груди костюме это результат вот этого самого Павера просто у него афинития оказалась именно к тьме сразу скажу господа кто будет меня слушать и сомневаться в моей компетентности да русский мне родной но я не собираюсь вам усложнять задачу и те термины которые уже устоялись в японском и английском пытаться как-то переводить на русский язык то есть если для вас афинити это непонятно что такое и нужно вот это объяснять если вы не в состоянии открыть сами труд Парацельса и понять откуда эти имена вообще гном ундина ифрит в анозерден не ифрит а сламандер и сильф вообще взялись то я просто скажу вам что к сожалению вашей общей эрудированности как потребителя японской анимешной вот этой всей этого всего фикшена просто недостаточно для того чтобы вообще прикасаться к сказаниям и порекомендую начать с чего-нибудь более простого по части алхимии это конечно будет наверное нет не стальной алхимик я просто реально сейчас уже поскольку в лучах все становится очень мрачное жестоко и очень закрученные с бурей в отражениях я реально советую попробовать почитать цубас хроникл я о ней рассказывала у меня было видео как раз в том что там параллелится и проникнуться вот этими вот идеями клампа и того как устроен обычно весь этот мультиверс особенно в мирах где разум определяет все то есть это немножечко другой план в отличии от нашего физического мира где мы с вами живем у нас это все тоже частично работает и то что вы видели у меня из лора radiant me fall g3 про соло алхимию и документ это все тоже что частично применимо во многих других японских произведениях просто сказаниях это все объяснялось много лет последовательно и поэтому я положила полностью и рам 3 к себе на канал прокомментированную на английском настолько насколько это вообще сейчас я сама могу сделать потому что я тоже на английском конечно писать до сих пор только учусь когда мы только начали разбираться с юриным вопросом наверное где-то как раз вот уже практически два года назад когда они дали вот этот спойлер насчет прихода дюка в лучи я по-английски двух слов связать не могла в письменном виде поэтому как бы мой уровень английского это все опять же благодаря вот этим всем раскопкам что я могу теперь нормально общаться со всей своей аудиторией но у меня не какущие произношения поэтому я стараюсь на английском не разговаривать а только писать поэтому на канале правил такие если вы хотите чтобы вас понимали все зрители и вы можете писать на английском пишите на английском если вам нужна какая-то помощь какие-то вопросы или просто что-то наболело и хочется поговорить именно вот со мной или с джази или с кем на самом деле достаточно большое сообщество просто мы общаемся не через ютуб а через другие ресурсы обычно так удобнее и так далее и тому подобное то пишите пожалуйста на русском и как я уже сказала я сейчас оставлю одну ссылочку на скриншот из оригинала висперии и по-моему да и это все точно так же на этот счет потому что мне правда очень хочется узнать насколько это было заметно и какие у кого были на эту тему мысли то есть насколько настораживало вот это то что там я сейчас покажу в целом сама висперия произведение очень сложное и оно реально взрослое то есть это была после tales of innocence попытка японии перевести сказания на совсем другие рельсы и я боюсь что из-за того что очень хорошо приняли не разобравшись да е у нового продюсера уже последние тормоза сейчас на эту тему слетят то есть то что в кристории какой-то совершенно не вменяемый ад только начинается это я вам говорю то что там сейчас происходит в кристории это только начало я не думаю что кристория позволит себе реально размахнуться так как там это можно сделать по концепту до момента как да ее тоже закроют на западе потому что все таки на западе еще есть какой-то предел что может проходить в магазины мобильных приложений что не может а висперия де она попала в стим и в руки очень многим приличным людям просто потому что в этот год изменилась очень сильно политика стима по части цензуры они ее очень сильно упразднили поэтому как бы когда мы общались с людьми и говорили мне что ой да нет вам кажется вам мерещится ничего такого здесь быть не может и если бы это было так то это было бы уже давно известно все таки 10 лет ну это известно в японии и к этому уже давно привыкли совершенно нормально относятся это действительно 12 плюс японии для всего остального мира здесь должно стоять не 18 плюс они влезай убьет с очень хорошими разъяснениями что за мир про кого и чтобы только те кто реально готовы с этим всем разбираться пошли дальше в эту франшизу потому что я еще раз хочу сказать что что висперия объективно объективно одна только висперия если брать книги это наверное самое сложное что я в принципе из японской художки читала и самая взрослая и на совершенно опять же уникальную тему чтобы вот настолько это все было прямо особенно как это будет сейчас дальше там поэтому у меня к этой франшизе сейчас претензия только одна что все помимо вот этих всех сложностей катится еще в пародию без четвертой стены я сама не могу такие вещи воспринимать одновременно серьезно и не серьезно то есть если я ломаю голову над сюжетом мне нужно быть уверенной что я ломаю голову именно над тем что нужно будет чтобы понимать уже дальше вот к сожалению мой последний вердикт что в тех ключевых моментах которые сейчас вот в февральской главе у нас и окажутся фатальными принципиальной разницы между вот этой всей компанией в эспирийской нету то есть в этой франшизе у нас идет как все равно тебя тобой именно тобой делает в первую очередь набор воспоминаний и конечно луч для меня вообще совсем другой персонаж уже потому что он в терноног живет четвертый год в совершенно другом мире в совершенно другой обстановке но все равно все они я по мультиверсу знаю юрок штук 15 если не больше все равно все они юрилов и просто как бы самый лучший из всех на сегодняшний день игровой юнит и личность психология как они были поданы в сюжете у нас на данный момент на стороне Эназер Эден здесь сейчас даже не будет играть большой роли даже если они провернут такой же фокус как с персона 5 и персона 5 роял когда выяснится что джокер на стороне Назер Эден знает Виолетта ее зовут да если я правильно помню то есть даже если в продолжениях вот этих всех окажется что тот юрий который у нас сейчас у Назер Эден знаком с пати это не изменит ровным счетом ничего то есть здесь ключевой момент который вам нужно понимать все по-другому но на самом деле так же и просто быть морально готовым что да это действительно разные ветки и встреча может произойти в любой момент и естественно все таки у них достаточно все равно разные взгляды но я сейчас про это не буду вот то есть здесь вам просто нужно знать что теоретически у Висперии таймлайна даже не два у нас есть две игры у нас есть книги у нас есть фильм который не сходится с книгами и эпизод ноль к нему в виде драма сети у нас есть драма сети пересказ где все тоже идет по таймлайну который не сходится с играми и у нас есть постановка театральная самая свежая где все кончается заудой то есть Юрий падает зауды безо всякой судьи его Алексей стягивает за собой вот и возвращается он после этого уже в конце спектакля из зрительного зала и все то есть у нас есть еще один вариант который сейчас Японии дали где щит над миром вообще не падал и я так понимаю для висперийцев это единственный расклад при котором при котором все не так критично но конечно лучи не пойдут по этому таймлайну в лучах мы уже видели что у Юрия зеркало его Кесен Макео с финальной битвы с Дюком во второй форме то есть в слиянии с Пати и с Пайрел Драко это если вы в игре соберете все филармс отнесете ее Дюку он получит очень сильный пауэрап и победить его будет гораздо сложнее вот а если вы поленились это сделать то вы половину сюжета висперия не знаете так и так и разумеется если бы я играла сама я бы с этим заморачиваться бы не стала поэтому это просто ну вот у Японии такой подход поэтому когда вопрос касается сказаний поиграть в свое удовольствие да но обязательно все равно ознакомиться с чьим-нибудь пряморуким стопроцентным прохождением потому что в висперии можно реально просто половину игры не найти и не только в висперии tells of innocence была такая же это тоже просто дополнительная фишка вот этой серии сказаний такие сложности вот спасибо за внимание буду ждать комментарии буду ждать комментарии спасибо спасибо